Делегация Приморского края прибыла на Агромаш во второй половине воскресенья. Да, день выходной, но время на вес золота. Терять его не стоит, деньги не любят ленивых. Да и в Бобруйске гостям рады всегда. Уже за несколько часов до начала всё готово. Кортеж подъезжает к центрально-проходной на часах 17.00. По традиции гостей встречают с хлебом и солью, настроение у всех приподнятое. Делегация высокопоставленная, что говорить, даже наши красавицы в национальных костюмах немного волнуются. Но никто не обращает внимания на такие мелочи. Бобруйская радушия удивляет всех. Счера витаем вас на нашей белорусской земле, на гостиной Бобруйщине. Отширо они вы, от родной землицы. Счера вам поклониться. Не откладывая в долгий ящик, партнеры отправляются знакомиться с продукцией Бобруйск Агромаша. А здесь есть что посмотреть. Распределитель минеральных удобрений, пресс-подборщики, селки. В стройном ряду уже зарекомендовавшие себя образцы новинки, которые впервые увидели свет. Барна зубовая машина универсальна. Более полутора тысяч зубов помогают аграриям обрабатывать почву различного типа. Для Беларуси аппарат уникальный, аналогов ему нет. Возглавляет российскую делегацию министр сельского хозяйства Приморского края. Андрей Бронц лично интересуется каждой из представленных машин. Тем более аграрии дальневосточного региона с Бобруйской техникой знакомы. Партнеры признаются, тесные кооперационные связи были утеряны. Как раз одна из задач – их восстановить и даже приумножить. Мы во всем спектре техники нуждаемся. И кормозаготовка, которая была и есть. И сегодня мы посмотрели и почвообрабатывающую, и также технику для внесения минеральных органических удобрений. Но самой, наверное, востребованной будет линейкой – это кормозаготовка. Тем более завод уже 40 лет работает именно на этой технике, наработал опыт и наработал качество. Одним из самых острых вопросов сотрудничества становится логистический. Решение находит на месте. Договариваются подобрать компанию в Приморском крае, которая и заключит с Бобруйск-Агромашем дилерский договор. Благодаря ему техника напрямую и будет поставляться в дальневосточный регион. Мы присутствуем на данном регионе, но не тем количеством машин, которые могли бы. Поэтому, конечно, для нас очень интересно приезд делегации на наш холдинг. И я уверена, что мы найдем концептуальное решение и поставим туда нашу хозяйственную технику. Если говорить про российский рынок, то Агромаш поставляет туда почти 50% своей продукции. Даже при таких цифрах есть куда расти. Мы рассказали о наших возможностях в нашем городе. Мы рассказали, какие сегодня крупные предприятия имеются в городе и возможности, самое главное. Конечно, сегодня важно, в первую очередь, найти взаимопонимание с нашими российскими партнерами и найти возможность для того, чтобы создать даже на территории их региона совместные предприятия, для того, чтобы можно было поставлять продукцию. Я думаю, что в рамках именно этого визита мы сейчас будем целенаправленно работать в этом направлении и найдем возможность для того, чтобы создать даже площадку на территории Приморского края, где мы сможем показать не только продукцию региона Могилевской области, но и, конечно же, продукцию города Бобруйска. В ноябре состоится ответный визит белорусской делегации в Приморский край. До этого стороны договорились поставить первую партию машин в регион, продемонстрировать тамошним аграриям свой потенциал, чтобы в дальнейшем прорабатывать локализацию и сборку бобруйской техники. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.